Приветствую вас! Если отвечать на вопрос, что делать, ну, буквально, в буквальном смысле, словом, то ситуация здесь вырисовывается, на мой взгляд, такая. Вам обоим нужно обратиться к психологу. Почему? Потому что вам нужно свою переоценку ценностей привести своих. Здесь нужно свою переоценку ценностей привести. Я поясню вам, что я под этим подразумеваю. Фитя Чили. Ваша жена говорит о том, что ей нужен мужчина, за которым она будет как за каменной стеной. Вы это подразумеваете почему-то именно в контексте денежного дохода, денежного оклада. Почему только в контексте денежного оклада, если честно, для меня не очень понятно. Почему только деньги? Почему не другое мужское поведение? Достаточно элементарное, достаточно явное, достаточно серьезное и так далее. Почему не мужское поведение, Ярослав? Вот об этом я хотел бы, чтобы вы как следует подумали. У вас все упирается в деньги. Деньги – это не главное. Куда важнее ваше мужское поведение, куда важнее ваши отношения, куда важнее ваша модель, собственно говоря, мужского поведения. Это первое. То есть вам нужно стараться активнее принимать решения. Вам нужно активнее стараться действовать именно так, чтобы жена ваша чувствовала, что вы берете на себя часть ее проблем. И она этого не чувствует, и, соответственно, из-за этого у вас возникает проблема. Ну, вот не чувствует она, это может на вас положиться. Другое дело, конечно, в чем именно она хочет на вас положиться. Если, например, она хочет на вас положиться исключительно в доходе, здесь, конечно, ситуация одна. Если женщина меряет мужественность своего мужчины только через доход его, то ситуация, конечно, такова, что я вас могу понять. Могу понять, почему вы хотите больше зарабатывать. Но и вам нужно понять, что с такими ценностями женщина ваша будет всегда. Все время. То есть, иными словами, либо вы ищете для себя возможность зарабатывать больше, либо вы с ней расстаетесь. По-другому, к сожалению, не может быть никак. По крайней мере, в контексте именно вашей жены, если у нее такие ценности. Далее. Значит, это вот то, что касается, значит, вашего вопроса. Что делать? Далее. Далее по тексту. Значит, вы описываете ряд интересных деталей, но при этом не очень понятно, как вы их, эти детали, все увязываете в контексте своего вопроса. Поясню. Значит, вот вы пишите, значит, я ей дал толчок, благодаря которому дела у нее поперы. Это что? Недооцененность, это что? Ощущение своей недостаточной значимости? Вот как вы сами рассматриваете то, что говорите? Для чего вы это пишите? Сейчас она зарабатывает в два раза больше меня. Приводите ли вы это просто как цифры, или вас это действительно волнует? Пожалуйста, данный аспект тоже постарайтесь для себя определить. Далее. Вы пишите, работает на дому с первого дня рождения сына. Тоже интересный момент. То есть, вы пишите, что ваша жена ведет, ну, такой, довольно активный образ жизни. И, в принципе, ее можно понять. Ну, то есть, если она, может быть, хочет работать и так далее. Не совсем понятен контекст, в котором вы пишите вот это все. То есть, для чего вы пишите данный момент? Зачем? С какой целью? Работает ваша жена на дому с первого дня рождения ребенка? Хорошо. Понимаю вас. Она работает с первого дня рождения ребенка на дому. Окей. Вы к этому сами как относитесь? Вот что важно. Важно то, как вы это воспринимаете. Как вы к этому относитесь. Вот что, в принципе, очень важно здесь. Ваши отношения мне как раз таки не совсем понятны. в данном контексте. Далее вы начинаете говорить о том, что вы работаете в офисе и у вас есть общение, как вы говорите, с девушкой. Значит, вот вы пишите, я работаю в офисе, общение девушки не могу сказать, что падок на других женщин, но волей-неволей бывает необходимо пофликтовать немного для достижения цели. Ну вот, тот же момент. Зачем вы это пишете? То есть, для чего вы это пишете? Что вы хотите этим сказать? Что вам, например, недостаточно чувственности со стороны, например, своей женщины? Вы пишете это для того, чтобы мы поняли, что вам не хватает вот такого вот, может быть чисто женского внимания? Вы для этого пишете это? Или вы пытаетесь показать нам, что вы, в общем-то, довольно такой примерный мужчина, примерный семьянин, который не изменяет своей жене? Но, опять же, пусть так, пусть вы не изменяете своей жене, но для чего вы это пишете здесь? Вот это не совсем понятно. Вы говорите про флирт, вы говорите, что пофлиртовать волей-волей-неволей нужно для достижения целей, твоих целей. Ну, во-первых, что это за цели? Что это за цели у вас? Пожалуй, начнем с этого. Во-вторых, значит, вы говорите, что нужно пофлиртовать. Как вы сами вот к этому относитесь, к тому, что вы флиртуете? То есть считаете ли вы себя виноватым за это или нет? Как вы к этому относитесь? Скорите ли вы себя за это, считаете ли вы это слабостью или делаете это, потому что так вы лучше себя чувствуете мужчиной и так далее? Далее вы пишете такую вещь, что я своей жене никогда не изменял. Я вам сразу оговорюсь. В тот же момент, вы как будто бы, что, на мой взгляд, довольно-таки показательно, опасаетесь, что мы будем как-то вас обсуждать. Но вот боитесь вы, что мы будем вас обсуждать. Хотя, если так подумать, а за что нам вас обсуждать? Мы здесь не для этого, мы здесь не за тем, чтобы вас обсуждать. Мы здесь за тем, чтобы вам помочь себя понять и свою жену. Вот, и постарайтесь, пожалуйста, для себя опять же подумать, зачем вы это написали? Для чего вы это написали? Какой цели? И как вы относитесь сами к тому, что вы пишете? Хотите ли вы о своей жизни жене изменить? Чувствуете ли вы определенную неудовлетворенность в отношении с ней? Например, вот вы жаловались на то, что секса у вас мало и так далее. Это все ваши желания. И желания, надо сказать, довольно-таки, ну, естественные. Это не естественные желания, о них вам можно и нужно говорить. Другое дело, как вы это говорите и что вы делаете для того, чтобы, собственно, обеспечить себе удовлетворение этих желаний? Это уже вопрос немножечко другой, как я уже сказал. Чтобы это понять, нужно для начала понять, вот какое у вас отношение к тому, что ваша жена, например, работает за, скажем, ну, там, за двоих, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть постарайтесь, пожалуйста, вот эту вот мысль, постарайтесь ее, пожалуйста, как-то вот для себя обдумать и выработать более такую четкую позицию. То есть если вам, например, что-то не нравится, если вы в чем-то неудовлетворены, то, соответственно, с этим нужно что-то делать. Соответственно, для этого нужно что-то менять. И далеко не в плане заработка денежных средств. Далее. Далее. Значит, вы пишите, что... Так. Вот это. «Вас черт нет, я же не вменял вас, как видит любовность». Вот тут тоже вы говорите, что у вас всех она видит любовность. То есть она ревнует вас, она не уверена в себе и так далее. Вас это, если я правильно понял, ну, как-то вот напрягает, вам это не нравится, да, вас это как-то заставляет нервничать или как-то тягочит. Ну, опять же, нужно понять вам, что ваша жена чувствует, что она недостаточно женственная и ревнует именно по этой причине из опасения от того, что вы препостете ее, значит, кому-то другому. То есть вместо нее вы выберете кого-то другого, какую-то другую женщину. И сколько бы вы ей это не объясняли, сколько бы вы не говорили ничего подобного, то она вам, ну, скорее всего, не поверит. Потому что она считает так, значит, она считает так. Вам, ну, инвест не говорите, опять же, действует. То есть подумайте, что бы сделало вашу жену более защищенной именно для нее. Ну, и обязательно, конечно, рекомендуйте обратиться к психологу, потому что, я уже сказал, ей необходимо работать над своей моделью, над своей моделью, значит, женского поведения. Потому что, ну, вот, на мой взгляд, как вот я увидел, исходя вот из того, что вы написали, ситуация здесь складывается довольно-таки тревожно. То есть у вас происходит подмена ролей. То есть вы более женственный, более чувственный, более нежный, она такая более грубая. И она, естественно, хочет себе более сильного мужчину. Ну, что, в общем, логично. Вот. Далее вы ей пишите про то, что у нее нет подруг, значит, говорите, что они ей не нужны и так далее. Ну, вот позже. У женщины нет подруг. Хорошо. Но как это объясняется? Как вы к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Значит, вот если вы, условно говоря, раньше воспринимали это нормально, например, а сейчас, грубо говоря, стали воспринимать это как-то вот хуже, то что-то изменилось. Всегда ли, например, у вашей жены не было подруг? Или когда-то подруги были, но вот потом и с ней встало? Постарайтесь подумать на эту тему. Действительно ли они ей не нужны? Или она как-бы вот немножечко лукавит? Тоже очень важный момент. Потому что если она лукавит, если вы чувствуете, что она, например, не удовлетворена до конца, постоянно, да, то есть общения какого-то ей не хватает. Ну, это значит, что человек просто хотел быть подруг, но вот считает, что не сможет, не сможет стать коротким другом. Опять же, почему? Может быть, из-за того же опасения, что эти подруги уведут у нее вас. Есть тоже, может быть, достаточно много вариантов этого. Но вам необходимо сейчас для себя в первую очередь понять вот это, что стоит. И верит ли здесь место неудовлетворенность и потребность подруг или нет. Опять же, это прорабатывается с ней на консультациях личных. Далее вы пишите «Брав секс», и здесь я вам могу сказать, значит, только то, что, ну вот, вы пишите, что, значит, она не может думать о нем. Что мне странно. Что она очень устраивает. Пишите вы. Значит, опять же, вы по какой-то причине, да, вы связываете, значит, невозможность. Твоей женщины думать о сексе с тем, что доходит в нее. Ну и вот, собственно, отсюда не могу не задать вам вопрос. Так кого это больше напрягает? Вас или ее все-таки? Потому что вы говорите про доход. Вы говорите про то, что вас не устраивает вот то, что вы там меньше получаете, что она получает больше, и большая часть, там, дохода это ее и так далее. Может быть, из-за этого вы чувствуете себя менее уверенным в себе, а из-за этого женщина ваша чувствует. Опять же, как таковую вашу неуверенность, сама чувствует себя неуверенной. Ну и, соответственно, вам нужно понять, от чего она устает, и постараться сделать так, чтобы она меньше уставала. Но других путей здесь нет, если кажется, дело только в усталости. Ну это, помимо всего прочего. Если вы говорите, если и когда вы говорите, что вам это вот странно, то вы как бы отказываетесь тем самым ее, ну, может быть, понимать, может быть, принимать и так далее. То тоже рекомендую вам, как следует подумать, потому что момент очень важный. Лично чувствовать, что вы ее не принимаете, и отсюда могут быть у вас проблемы. Значит, сейчас мы вплоть мы подошли к разводу, и со мной неимоверных усилий отказались от этой идеи. Правда, не знаю, у нас друг или совсем. Разъехались, говорит, значит, нечестно со мной, хочет мужчину, за которым будет когда каменные скидывать. Я сразу могу заработать, лишнюю денежку, подрабатываю на части, ищу какие-то варианты, но все не то. Все не то для кого, не принесет особенно много, особенно много для кого, кто это определяет, как вы это все решаете, или только выдумаете, или это жена говорит, или вы вместе решаете. То есть как-то вот здесь какие-то субъективные оценки идут. В какой-то момент я сломался, отключился от нее, и пошло-поехало, ссорый ругань, предложил развестись. Но потом, как сказали, решили пошить отдельно, уже месяц как живем. Я понимаю, что мне не хватает ее сырья, хочу, ведь каждый день она говорит, что чувства потухли. Я вас сразу, но вот здесь вас вообще просто полнейшая неразбериха идет в тексте. Так вы со своей женой сейчас расстались или нет? Вы пишите, что мы подошли к идее о разводе, но от нее отказались неимоверными усилиями. Как проявляется то, что вы от этой идеи отказались? В том, что... В том, что... Я вот как-то не вижу, что вы отказались от идеи. Разводим. Вы как хотели развестись, вы так и хотите. Вы разъехались сейчас, вы живете не вместе. Как-то вот, знаете, не очень мне понятен вот этот момент. Если вы говорите, что вы отказались от развода, то это должно как-то проявляться, у вас это никак не проявляется. Или отказ от развода у вас проявляется только в том, что вы, значит, решили больше зарабатывать. И все. Как-то, знаете, немного странно... Немного странный способ отказаться от развода. Вы не считаете так? То есть, вы отказывались от развода, ищите другие пути, чтобы за это работать. При этом со своей женой вы времени проводите естественно меньше. Жена еще меньше чувствует ваше присутствие в доме. Вы перенапрягаетесь, она не оценивает ваши усилия, и вы в итоге говорите, что отключаетесь от нее. Отсюда ссоры и скандалы. Это одно того, как вы отказались от развода или после. Поясните, пожалуйста, хронологию того, что с вами сейчас происходит. Потому что не очень понятно все вот то, что вы пишете. И она говорит, что чувство потухли, она не чувствует себя с вами женщиной. Значит, вот. Вы спросите у нее, она вообще сама вот как бы готова к тому, чтобы что-то менять? Ну, готова бороться за ваш брак? Если готова, то пригласите ее на консультацию так же, как и вы сейчас вот задали вопрос. Потому что вам обоим необходимо реконсультироваться. Что ей, что вам, ни вы, ни она не очень хорошо вообще понимаете, как нужно строить отношения. То есть она как бы гнет свою линию, вы гнет и свою линию, и в итоге ничего как хорошего из этого не получается. Что, в общем, понятно. Это нормально. То есть более, более явно, более активно покажите, что вы действительно готовы отказаться от идеи, от идеи развода. Потому что, а, такая я этого не имею. Вы говорите, что вашему сыну нужна полная семья. Нет. Вашему сыну, вот то, что ему реально нужно, это не полная семья. Вашему сыну нужен комфорт, комфорт, в первую очередь комфорт и спокойствие. Вот что нужно вашему сыну. Реально. А полная семья или не полная семья, это вашему сыну волнует не так сильно. Это вот вам, как я понял, полная семья нужна. Это да. Вам, вам вот полная семья очень сильно нужна. Согласен. Но, опять же, вопрос к вам. Для чего вам полная семья, для чего нужна? Вы семью хотите или жену и ребенка видеть, любить, делать их счастливыми и так далее? Вы для чего их видеть хотите? Расскажите, пожалуйста. Для чего вы хотите их видеть? Для себя или для них? Это на самом деле очень важный вопрос. Для себя или для них вы хотите видеть своих жену и ребенку. Вот так Ярослав постарается определиться сперва со своими желаниями, со своими потребностями, с, так сказать, четкостью и стройностью того, что хотите вы, чего хочет жена, со своими ориентирами, со своими приоритетами. И после этого, если вы действительно хотите брак сохранить, то и вам, и ей нужно обратиться к семейному психологу для того, чтобы с ним конкретно проработать модели поведения, какие-то личные желания. И вполне возможно, что у вас у обоих есть страхи, тогда еще, наверное, будет поработать со страхами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.